Итак, всем привет, с вами Дубга. Продолжаем мы играть в World of Life за Советский Союз. В простой серии мы уже вплотную подошли ко Второй мировой войне, она уже началась. Собственно говоря, ну к Великой Отечественной, я бы сказал, мы уже вплотную. У нас еще полтора года есть на подготовку, но мы готовимся как можем. Мы строим нереальное количество заводов. В целом мы пока что даже Германию чуть по фабрикам переезжаем, да? Да. По военным заводам немножко отстаем, ну и в принципе вставание будет только нарастать. Но, в крайней мере, главное идти хотя бы примерно как они. Начинаем, мы уже строим немножко танки. Но еще достраиваем какое-то снаряжение, которого у нас не хватает. Я бы сказал, вот это нам нужно побольше. Причем реально так 15, но еще 15 будет с фокуса, так что окей. И ПВО, блин, тоже по ощущениям нам нужно в нормальных количествах. Как и тяжа артиллерия. Как и обычная артиллерия, но артиллерия тоже будет 15 еще штук с нового. Ну давайте еще пятерочку сюда закатим. Топ-оснащение у нас тоже горит. Пускай будет. Как всегда, вот видите, про транспорт я говорил, у нас только 1000 в запасе. Хотя мы все это время производим 20 заводов. Не знаю, насчет еще. Вот это точно еще нам нужно? Ну вот это, блин. Наверное, все-таки стоит добавить. Еще чуть-чуть. И только потом перейти уже обратно к танкам. И все это без самолетов еще, господи. Но мы строим очень такую тяжелую, суровую армию, я бы сказал. Так, как мы заканчивали в прошлой серии. Собираемся мы сейчас воевать с Финляндией. Поэтому давайте переводим все в нашу авиацию некоторую. У нас она немножко присутствует все еще. Хотя мы ее пытались уничтожить, так сказать, как могли. И так, страты, кстати говоря... Это страты? Да, надо их сюда. Надо сейчас немножко заняться нашими самолетиками. И будем мы сейчас небольшую поддержку устраивать, почему бы нет. И можно немножко политки потратить в наших советников военных уже. Ну и, собственно говоря, мы готовы. Давайте требовать Карелию. Я не вижу причин этого не делать. Направить с ультиматом. Испания, кстати говоря, реально держится все это время. И, ну, это приятно. И они происходят больше с военно-заводов всего. Так что шансы у них на самом деле плюсовые. Другой вопрос, что... Блин, они все еще могут проиграть. Супер легко. Так что, ну, скоро узнаем, что там происходит. А мы ждем пока Франция капитулирует, чтобы вот эти страны все захватить. Авиация здесь на позициях. Чуть-чуть еще добычая вот эти самолеты. Здесь шоковая армия, по-моему. Это дает нам поддержку, да? Да. Штаб по шоковой дивизии. Плюс атака, но минус защита и минус движение. Горох вообще еще и минус атаку. Я бы сказал, что это выглядит как что-то так себе. Но, но. Потом мы смотрим, что тут добавляется 36 прорыва и 50 противопихотной атаки. И в целом выглядит все не так плохо. Ну и плюс прочность. Вот. Ну, еще и сверху минус организация. Так что, не знаю, нет. Вообще, вообще так себе, честно говоря. Возможно, какие-то танки чисто по равнинам. Может быть. Но, хз. Но выглядит в целом сомнительно. У нас просто есть болото, лес плюс болот у нас тоже дофига. Да, у нас плюс таков лес. Леса у нас много. Но, не знаю. Выглядит сомнительно. Я не очень вижу прям хорошего применения для этого штаба. Вот. Самое главное здесь 25 опыта армии было. Мы его взяли. И мы плюс-минус готовы по всем фокусам. Можно еще взять вот этот фокус. Тоже очень хороший. Плюс влияние. Плюс скорость пополнения. Скорость пополнения безумно нам нужна. Ну, финны скоро откажутся. И мы начнем фармить наш опыт. Так, мы раздаем их за пару недель. Поехали фармить. Можно эвакуировать промышленность. Но это, видимо, для войны с Германией. Давайте начинаем немножко фармить. Давайте, знаете, как вот так вот сделаем. Так, сейчас вы тоже отменитесь. Вот так вот сделаем. Потом делаем так. И через пару дней будем нажимать просто остановить атаку. Вот таким вот образом. И угром в теории мы должны выформить просто максимум опыта. Ай, мы можем попросить у этих ребят какое-нибудь снаряжение. О, они готовы нам дать пехотное. И допку. Это приятно. Вы даете нам обычное пехотное. А что насчет артиллерии? Нет. А что насчет допки? Почему я не могу допку попросить? Потому что я здесь попросил, да? Неприятно. Так, а что вы? Ребята, вы, может, не поняли, но вам приказ был фармить опыт, а не ссироваться. Хотя в целом нет. Вы, блин, нормальные дивизии, поэтому давайте вы так это аккуратненько фармите опыт. Но фармите. Обязательно. Так, нам, кстати говоря, стоит вот так вот уже переключить обратно. Я тут немножко опыт качал. И вот так. И, пожалуй, ну, одни все-таки уже сюда, окей. В целом продвигаемся, но самое главное, опять же, нам именно опыт подфармить. Нам не так важно именно победить, потому что мы победим в любом случае. Это не та сторона, которая может нас задержать. А вот зачем нужно влияние в НКВТ ради патриотической борьбы. Это даст нам в будущем плюс атаку 10% на дивизии и на флот, кстати говоря, и на авиацию, кстати говоря. За каждое влияние. Среднение на каждого уровня влияния. То есть, чем больше нас влияние, тем лучше. Этот фокус дает им влияние. Соответственно, то, что надо. Давайте выйдем вот сюда в Героев Войны и дойдем до Патриарха всей Руси. Вот это нам, я думаю, не очень нужно. Вообще нет. Там есть какой-то комсомол, но это, видимо, новые компании. Компании у нас по каким-то причинам тем или иным нету. Так что идем вот сюда. Получаем все хороших генералов. Получаем все плюс объемы больше. Не сильно много, но полезно. И самое главное, аргум получаем. И потом получаем еще вот здесь вот. Себе скорость восстановления 10%. Это очень солидно. А еще я потому, что я ладошкам озере пытался войскам помочь. Ну что ж, бывает такое. Давайте еще вот так вот сделаем. Пускай все форты там выбомбят. И ПВО, пожалуй. Чтобы нам попроще было здесь контролировать воздух. Ну и нормально. Пускай. Пускай продолжают штурмовать. Ну, забанно, факт. У нас не очень хватает поддержки войны, поэтому давайте-ка заберем пропаганду еще. Получимся сверху. Я просто думал, может, военную экономику поставить на некоторое время. Это было бы, в принципе, выгодно. Но у нас нет на это поддержки войны. Очень забавный факт. Появились у нас Катюша. Давайте-ка сделаем их при заводе-ка на них и нормально будет. Так, и я чувствую, нам нужно побольше. Остального мы вроде как с минуса эти покрываем, но как-то, как-то все замедлилось солидно. Здесь вроде нормально. Здесь, как я и говорил, заводы все еще нужны в хороших количествах. Это, блин, вот эти радио. Радаром, точнее, мы строим. Давайте пока все еще мы их отложим еще дальше. Ой, мы даже, смотрите, пробились на самом деле сквозь их территории наконец-то. Просто вот этими тупыми атаками вперед. Меня это радует. Хотя, надо не заканчивать войну слишком быстро. И включаем чуть раньше, причем намного раньше. Промышленные техи. Через весь день у нас уже будут техи следующего года на производство. Нам это надо. Я думаю, пора уже немножко сокращать производство пехот как-то того вот устаревшего ватного снаряжения. Нужно не забывать закупать еще ресурсы, которых не хватает, все говорят. Таким вот образом. Ну да, и выделяйтесь с завода на что-то более полезное. О, вы представляете, у нас заканчивается Мэн Пауэр. 13 тысяч всего. В Советском Союзе закончил весь люди. Ну, честно говоря, я не сильно волнуюсь, потому что будет война. У нас, смотрите-ка, будет расширенный призыв сразу. Поэтому, ну, я не хочу на это даже политику тратить, даже думать об этом. И здесь вот можно что нам поставить? Пожалуй, маскировка нам нужна будет 100%. И, пожалуй, ну, вот эти три, наверное, нам и нужны. Ну да. О, вот Германия начала воевать с Францией. Так, уроки российского опыта. О! А, это время подготовки. Время подготовки это... В целом, наверное, нет. Нам это, наверное, не нужно. Нам бы вот... Так, ну, у крестьян нету влияния, так что это нельзя нажимать. Это... Да, у них опять-таки нету, видите, влияния на самом деле. Вот мне бы вот эту штуку нажать. Да. Это было бы приятно, но пока недоступно. А нам доступны уже уроки войны. Давайте-ка это, собственно говоря, побыстрее делать. О, кровь под и слез уже происходит. У нас будет чуть рановато, но уже происходит. Так, у нас Т-34 появились. Давайте-ка их тоже сюда добавим. Вот таким вот образом. И, да, будем сокращать производство старого потом снаряжения. О, нам предлагают уступки. Давайте-ка... Ну, до последнего пускай они довоюют. Потом согласимся. Ну, формили, я бы сказал, солидное количество опыта отсюда. Нам плюс-минус должно хватать на все. Получим 50, смотрите-ка, здесь. 25 здесь. Потом еще 50 здесь. В целом выглядит как будто нам хватит на все, что нам нужно. Вот это Нидерланды капитулирует. Слушайте, скоро будет оно. Так, это нам пока что не нужно. Я не думаю, что понадобится. Вот это нам будет нужно. Ну, ничего, скоро-скоро Франция капитулирует. Мы схавываемся территория. И вот Бельгия уже сдалась. Ну, скоро Югославия, скоро. У нас, кстати говоря, уже 272 опыта. Здесь прям более чем нам достаточно. Но еще одна интересная вещь, про которую я вам расскажу. У нас же с этой Красной Армией докторина стоит просто одно дохреничь. Она должна быть бесплатная, 158. Прибасовый 50, да? А, и запах должна быть бесплатной. Так вот. У нас здесь вот пехоты стоит вот эта вот штука. Собственно говоря. Казалось бы, да, бафы, ну, прорывчик, да, там, ну, ну ладно. Скорость пополнения, расход перепасов, приятно. А рядом стоит вот это. 15 защиты, 30 прорыва, 5 атаки, 5 арги и 1 инициатива. А дальше здесь стоит минус ширина фронта. В целом, типа, да, окей, это может быть полезно. Это может быть полезно, несомненно. Если все эти дивизии дополнить, они просто, ну, будут очень прочными. Но здесь еще арга теряется. Но дальше здесь есть еще одна штука. Смотрите на это. Получаемый опыт плюс 10, защита плюс 15, скорость составляния плюс 0,07. Сильно. Прорыв противотанка атака и 15 еще прочности сверху. Ну, типа, взять вот эти два, вот эти две штуки, две доктрины, вместо вот этих, это просто настолько сильно. Так что, я считаю, что нам нужно три сотни опыта, но мы получим бонус к скидке вот здесь вот. И, я думаю, мы потратим часть опыта на то, чтобы сменить эту доктрину на вот эту. И, возможно, взять еще и вот эту сверху, потому что это нашу армию бафнет, но просто безумно сильно. О, там Париж, Пал, кстати говоря. И Франция должна вот-вот тоже сдаться. Нам нужно опять достраивать военные заводы, но это дело я люблю. И оно настало. Франция сдалась, требуем территории, получаем себе фабрики. Но здесь мы заполняем просто, я думаю, челов. Пора уже потихоньку этим заниматься. Случаем мы здесь политку тоже. Неплохо так. Да, мы на это тратим некоторое количество фабрик, но я думаю фабрики немножко, причем совсем немножко, в политку. это нормальный размен в целом, потому что политку намного куда надо тратить. А потом очередные речи. Какая-то, так, ультиматум, 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 ультиматум. 661 фабрика, сейчас все интегрируем, ну-ка, сколько будет? у нас еще я замечу, что две, окей. Подает бессарапию. У нас сейчас освобожденные рабочие, что дает больше? Так, 675 стало? Это вряд ли бессарапия или... Все, слушайте, здесь солидно фабрик. Но все-таки это потому что достраиваем. Так вот, подчиняется, подчиняется, подчиняется. Я считаю, солидный прирост фабрик, мы таким образом становимся примерно, ну, опять-таки, как Германия, но они уже нас начинают опережать на такое неплохое количество десятков, я бы сказал. Нужно улучшить отношения с США, чтобы можно было у них покупать снова сталь. Нам не хватает стали, это и резина тоже. Но резину мы еще можем у кого-то купить. Сталь в теории можем у Германии, но я не хочу в Германии, поэтому давайте вот лучше чуть-чуть с США и покупаем снова там. А здесь давайте-ка чуть уменьшим количеством дивизий, раз у нас не хватает людей. Потому что люди возможно понадобятся вот здесь вот, а я хотел бы их задепловать вовремя, линкоры все свои. Закуроки войны у нас есть, хочется мне реорганизацию армии сделать вот прям сейчас, но мы чуть-чуть подождем, можно потерпеть, потому что ставку надо вот как можно раньше, как можно раньше. Потому что здесь, во-первых, плюс политка, а во-вторых, здесь еще будет реструктуризация, которая будет у нас вызывать некоторые проблемы. Давайте начинаем с флота, потом авиация, в принципе, вообще без разницы, с чем мы начинаем и делаем потом ставку. У нас готовый тяж, новое пехотное снаряжение. Как мы потеряем? 40 в день. Солидно, но немного все еще. Все еще терпимо. И стоит уже, наверное, вот так еще тоже сделать. Троцкий пережил покушение ДА. КВ-шки начинают у нас солидно производиться. Так, Португалия, нет, пожалуй, Китая. Ставили нам столько не нужно, тогда давайте вот так. Это, к мне, у нас линкоры доделываются, судя по всему. Да, вроде как так и есть. И давайте их обязательно вот сюда всех. Первый линкор наш готов, и давайте именно его и сделаем. А политка, это стоит? Нет, политка, тогда забудьте. Так, я понял, что я ПВО делаю слишком много обычного. Давайте вот так вот его сократим все-таки. Так, и опять-таки надо ресурсами немножко заниматься. Здесь какие-то приколы периодически. В США я не против покупать, потому что они нам потом еще кучу решений фабрик добавят, военных заводов, инфраструктуру, ДНП. Короче говоря, США на зальют по полной. Потом можем реформировать наш военно-морский флот и достроятся вот эти два линкора, и мы выполним наш квест на линкоры. После этого, я думаю, построим парочку хипперов. В принципе, они вот так вот примерно и ляжут сюда, эти верфи. А вот после них хороший вопрос. Я бы, наверное, какие-то легкие крейсеры хотел делать, потому что у нас на них есть скидка. Другой вопрос, есть ли у нас легкие крейсеры новые, хорошие? У нас есть Чапаев, а есть отвертал Накимов. И ну-ка, смотрите-ка, Чапаев... Чапаев неплох. Чапаев неплох, хотя очень дороговат, я бы сказал. Но на них есть скидка. Они прочные, и на них есть скидка, так что надо, наверное, их и делать. Но это стоит исследование, поэтому пока подождем. Мы качаемся, кстати говоря, механ новый, так что пускай эффективность здесь уже накапливается. А куда все эти военные заводы сейчас закинуть, хороший вопрос. Нам бы ПТО побольше, честно говоря, хотелось бы. Но ПТО мы получим с вот этого фокуса военные заводы. Так что не слишком туда прямо инвестировать надо. Артиллерия у нас в плюс все есть. Слушайте, ПТО, блин, мы делаем по 15, 17 даже в день, господи. Закроется это все через 107 дней. То есть, ну, нормально. В запасе еще будет и дополнительно добавится. И то же самое с допкой. Хоть кажется, что не хватает безумно много, на самом деле, меньше чем через год она все закроется. с другой стороны, меньше чем через год это нам мало. Это получается будет август 41-го, а это уже будет война. Нам нужно до конца счет больше инвестировать еще. Господи, как много в нее тратится. Но она дает прям очень солидный бонус нашим дивизиям. Так, а здесь мы челов вот этих вот тренируем, чтобы они были прям элитными. И статы. Статы у них, конечно, прекрасные. И это еще без нормальной доктрины. Самое, что мне, что в них нравится, это то, что у них воздушная атака очень сочная. Давайте посмотрим, как выглядит, так сказать, на бумаге их идеальная дивизия. она выглядит с 30-ю воздушной атакой, 500 защиты и 260 противопехотной. Бронебойность у них 27. Если убрать одно ПТО, она не так сильно падает, но противотанковая падает. Нам противотанковая тоже нужна. Там все-таки механ, как я и говорил. Смотрите, вот это можно распустить. У нас есть танковая дивизия средне-танковая и есть у нас тяжелотанковая. На данный момент мы строим тяжелотанки, поэтому давайте их и добавлять. У нас у них есть, кстати говоря, бронетанковая разведка. Это окей. У нас легких танков дофига бесполезных. И у нас, в принципе, меня все здесь устраивает. Шаблон, кстати говоря, меня тоже, честно говоря, окей устраивает. Механу вот эту можно поменять еще. Но в целом пока окей. Окей. Ну, конечно, надо допки добавить в другой, но в целом можно это по крайней мере обучать. Ну, давайте штучки 3. Не уверен я, что мы сможем штучки 3 хотя бы к войне сделать, но посмотрим. Все остальное теперь давайте вкладывать в танки. Причем, кстати говоря, 3-4-ки тоже очень хороши, поэтому в них тоже надо не стесняться вкладывать. Просто потом, потом, чем фишка, почему не нам танки тяжело тоже классно развивать, потому что потом здесь у нас есть, конечно, хорошие танки, но тяжа здесь тоже очень неплохие. Тяжа очень неплохие, у них броня получше. Кстати говоря, здесь не сильно большая разница, но вот мы переходим к ИСу и здесь о да, здесь разница прям солидная. А так у нас уже к этому моменту будут готовые тяжелотанковые дивизии и они только должны новое снаряжение получать. Видите, здесь уже, конечно, грейд просто безумная. Конечно, стоимость, да, в 2,5 раза больше практически, точнее, в 1,5 раза почти. Как бы, но, блин, статы, статы больше намного и статы больше прям очень красиво. Так, у нас есть эволюция всех стратегий и теперь нам нужно реорганизовармии как раз таки вот это вот. Окей, в принципе, мы не избежали этого. Другой вопрос в том, что мы теперь еще и реформы авиации успеем сделать. Все у нас реформы готовы и да, видите, 300 опыта армии нужно на следующую реформу, но пока у нас не пройдет чистки среди офицеров модификаторов у нас это не изменится. Чем с этим сделать не сможем. Так что ждем октября и молимся, что мы успеем продержаться. Так, мы взломали вот этих ребят еще. Если вообще у них дивизии, самолета нету. Короче говоря, начинаем теперь нереальный квест. Это же все их союзники, верно? Ну, как бы, типа да. В целом, да. Квест по взлому Германии, поехали. Будет что за ним где-то 5 лет? В целом, в целом окей. Не, меня это устроит. 5 лет так 5 лет. Все равно пока что. Вот этих взламывать толку вообще нету. по ощущениям. Так что да, тратим все в Германию. И вот, формируем ставку. У нас достроился очередной завод. Мы очень солидно достраиваем. У нас лоты хорошие кончаются для построек, честно говоря. Я так вот замечаю. И скоро будет уже четыре сотни военных заводов. Ну, Германия там не отстает тоже, собственно говоря. Что мы можем сделать еще? По постройкам. Я бы точно хотел укрепление построить. вот на известных позициях классических. Кстати говоря, здесь странно эти взяли фокусы на укрепление и меня это радует. Итак, давайте-ка первых укрепим вот эту линию обороны. В принципе, там будут наши дивизии стоять, хотя туда они отступят в один момент. Здесь у нас тоже есть неплохие укрепления, но вот здесь мы стоять не будем, а вот на этой линии вполне себе. Здесь опять-таки хорошая река. Вот здесь вот тоже важно сделать. И потом давайте пойдем по второй линии обороны. Я строю только первого левела, объясняю почему. Потому что у них есть бафы на атаку, то есть это укрепление дает мне защиту. Я не рассчитываю на то, что они будут дебафнуты. Я рассчитываю на то, что мы получим бонус к защите. Ну и потом, конечно же, вот здесь вот тоже надо укрепить будет наше линии обороны, которую скорее всего тоже пробьют, но хотя бы какое-то время мы здесь, я думаю, сможем подержаться. Хоть как-то. Таким вот образом, потом уже давайте вот так. Здесь хороший вопрос, где держаться. Скорее всего, вот так. И уже вот тут последние укрепления наши будут проходить. В связи с этими постройками мы сейчас сформируем ставку и будем заниматься вот этим фокусом. И потом уже все линии ставить. Молотова нет, потому что, ну, она на границе, границу мы сдадим быстро. Но вот линия Сталина, а потом неприступные крепления, это да, это нам надо. Кстати, можем опять отправиться в Испанию авиацию и даже дивизию. Знаете, что, я бы вот этих челов отправил, они, конечно, пипеги жесть с 12 организаций, но что нет-то? Что как бы и нет. И смотрите, какого мы хотим туда отправить? Рокоссовского, наверное. Актион? Он фельдмаршала. Все равно, почему я его не показывала? Ну, допустим, пускай он попробует выкачать себе танкового лидера, насколько это возможно. Если, говоря, ребята успели немножко кто-то подкачаться. И у них, в принципе, он еще перки аргентной пехоты и командующие пехоты тоже близки. Так что, через некоторое время войны с Германией тоже докачаются. Итак, Рокоссовский отправляется, воздух отправляется, и вот эти самолеты мы возвращаем вот сюда, в надежде на то, что это поможет нам победить в гражданской унии в Испании, что опять-таки это минус для Германии, если у нас здесь будет наша Испания. Политку продолжаем получать, и теперь, я думаю, уже пора в Германию собственно говоря шпионов отправлять. Не ради политки, а ради уже именно данных. Давайте вот так вот все сделаем и будем сейчас везде собственно говоря клиниваться. Кроме того, я думаю, мы знаете, что будем делать? Захватывать вот эту штуку, чтобы криптология быстрее исследовалась, потому что вот этот бонус прям будет очень солиден против немцев, потому что воздуха у них куча. и перехватывать их самолетов надо будет много. Господи, сколько у них самолетов? У нас их нету, потому что мы их не строим. Билд без самолетов, потому что самолеты у нас говно. Первое время, потом, конечно, мы их добавим. Итак, все парни отправляются сюда, будут сейчас пробовать хотя бы в равнинах попробиваться и поформить что-то. Кстати говоря, нас атакуют, нет, испанцы наши атакуют, господи. Ничего себе. Интересная ситуация. А мы здесь подходим, будем сейчас планирование набирать на границе и потом пробовать пробиваться. Ну, или хотя бы какой-то опыт будет фармить, я не знаю. Плюс перки. Мансардары потихоньку строятся, добавляем мы еще левелы. Видите, потихоньку они соединяются, и как я и говорил, в принципе нам хватит того, чтобы покрывать весь Советский Союз на Западе. Главное, чтобы эти территории держались. И потихоньку я уже начинаю задавать наши линии защитные с нашими элитными дивизиями. И пора уже, да, я думаю, сделать снова так. Хотя, блин, у нас не хватает людей, но надо их деплойнуть и потом уже муштровать. Примерно так, наверное. Ну, и у нас еще есть куча этих парней, которых надо будет распределить потом. Поэтому все это мы продолжим делать в следующей серии. А эта, ребята, подошла к концу. Мы уже очень близки к войне. Наша военная машина готова, только у нее движок слабоват. Как бы, и другие проблемы тоже имеются. Но, все равно, машина большая, машина серьезная. Вот. А с вами был ТопК. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok